Не состоялось очередное запланированное заседание рабочей группы по обсуждению генерального плана Брянска. Мероприятие было запланировано как-то не так, что даже руководители горсовета и городадминистрации между собой не могли разобраться, кто допустил эту организационную ошибку. Из-за организационной ошибки на совещание рабочей группы из 50 человек ее членов не пришло и третье. Причем исполнительная городская власть специалистами соответствующих управлений комитетов не была представлена вовсе. 30 числа канун нового года сложилось так, что два рабочих дня только было. Не совсем правильно были подготовлены документы для проведения данной рабочей группы и мы не хотим, чтобы она при каких-то обстоятельствах оказалась нелегитимной или еще чего-то. Обновленный генеральный план по всем документам должен был начать действовать уже с 1 января. Но, судя по всему, до его принятия еще очень далеко. Мы должны все понимать, что даже следующая наша рабочая группа, несмотря на то, что если мы с вами все большинством поддержим вот эти последние обращения к Гипрогору, это не будут последними изменениями перед принятием генерального плана. Итак, впереди очередные согласования, слушания о строительной работе на новых спорных площадках идут с первых новогодних дней. Пример тому – раскорчевывание кромки нижнего сутка, о чем мы рассказывали в своем недавнем сюжете. Все потому у власти еще не дошли руки до одной очень важной составляющей генплана. В составе этой работы есть основополагающий документ – правила землепользования и застройки. Вот это основной документ для инвесторов и строителей, и заказчиков. То есть генеральный план, концептуальные вещи решают, а практически правила землепользования и застройки. Я как член рабочей группы признаю свою ответственность, я внимательно посмотрел документы генерального плана, сделал наши предложения от Союза строителей, но правила землепользования и застройки я не смотрел, у меня не было возможностей. Как мы их будем утверждать, согласовывать, рекомендовать и так далее. Для того, чтобы генеральный план Брянска соответствовал чаяниям горожан, его подготовкой должны заниматься не только столичные проектировщики, но и городские специалисты организаций нашей среды обитания, с которых можно хотя бы что-то спросить. Начальнику управления планировали развитие территории и управление строительством, да? Сколько? И не посчитать. Это важно? Я и не... Сколько? А теперь вы должны задать не мне вопрос, понимаете, я же общественный власти. Сколько архитекторов по пальцам работает в управлении в этом? Юридически с начала года ситуация в застройке города сложилась очень неоднозначно. Но экскаваторы, бульдозеры и башенные краны не простаивают. Нового генплана, судя по всему, будем ждать минимум до лета. А что еще новенького, к тому времени на городской земле знают только те, кто эту землю делит. Вита Семенчук, Сергей Лапин, Григорий Степихов, телеканал РЕНТОВА Брянск.